Лже-газовщики. Стать обманутым может каждый. Как обезопасить себя от таких мошенников, расскажет Анастасия Крапивина. Она на прямой связи с нашей студией. Настя, доброе утро. Как и по каким правилам проходит осмотр оборудования сотрудниками газового хозяйства? Доброе утро, Саш. Проверка газового оборудования в Евпатории идет на самом деле полным ходом. Мы обсудим это сегодня с главным инженером Евпаторийского газового хозяйства Петром Добровичаном. Петр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что входит в обязанности Вашего предприятия? Ну, взаимоотношения между нашими абонентами и Петр Петрович, специализированным предприятием, оно регламентируется постановлением правительства номер 410 об обеспечении безопасного содержания и использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Там прописаны все взаимоотношения наши, обязанности как абонента, так и наших специалистов, которые проводят техническое обслуживание газового оборудования. А как часто проходят у Вас плановые проверки? Ну, согласно этого постановления номер 410, плановые проверки или, как мы называем, техническое обслуживание внутри домового и внутриквартирного газового оборудования производится один раз в год. Это обязательное условие, и мы должны соблюдать эти требования и, соответственно, выполнять техническое обслуживание оборудования у наших абонентов. А есть ли еще у каких-то, может быть, частных предприятий тоже право проверять оборудование, менять, устанавливать новое? Да, предприятия частные получают соответствующие разрешения. Они могут выполнять тоже техническое обслуживание, внутридомового газового оборудования. Но для этого, соответственно, должны быть получены и разрешительные документы. Поэтому законом не запрещено и частным предприятиям, при условии, что у них есть обученные люди, есть соответствующее оборудование, которое обеспечивает проверку утечки газа. И могут работать на этом рынке и частные предприятия. Не так давно в Евпатории орудовали так называемые ЛЖ-газовщики. Расскажите, как часто случается такое и как часто бывало это в Евпатории? Да, случались такие у нас события, что у абонента устанавливали узлы учета и абонентам объясняли, что вы теперь идите в управление газового хозяйства и регистрируете эти узлы учета. Приходили люди, но, соответственно, поскольку эти узлы учета были установлены с нарушением требований законодательства, мы, естественно, эти узлы учета не принимали в эксплуатацию. И, соответственно, этот узел учета не может быть коммерческим и отпускать газ по этому узлу учета мы никакого права не имеем. И фактически люди тратили свои деньги, ну, собственно говоря, на ветер. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим абонентам. В случае, значит, вот таких предложений по замене узла учета, вы лучше обращайтесь в управление газового хозяйства. Мы дадим полную информацию, какие предприятия и организации могут проводить эти работы, в каком порядке это производится, как это выполняется. Всю информацию мы можем дать абонентам по телефону, либо непосредственно на приеме граждан. Ну и, насколько я знаю, сейчас идет активная замена устаревшего оборудования на газовое оборудование учета нового образца. Расскажите, как скоро нужно заменить все-таки все счетчики? Да, не устаревшего. А узлы учета, которые были установлены при Украине, согласно Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии, до конца 2020 года все узлы учета, которые были установлены при Украине, и которые не входят, соответственно, в реестр Российской Федерации узлов измерительной техники, они должны до конца 2020 года быть заменены. А что будет, если все-таки не заменить оборудование? Ну, в случае, если вы не замените узлы учета, то коммерческим узлом учета он уже быть не может. По нему отпускаться газ по такому узлу учета не может. И, соответственно, начисление будет производиться по норме, установленной комитетом по ценам и тарифам. Спасибо вам большое, Петр Петрович, за очень информативное, очень интересное утро. Я надеюсь, что все жители полуострова все-таки уже заменили оборудование. Если нет, то осталось совсем немного времени, когда можно это сделать. А я передаю слово своим коллегам. Расскажите, что у вас на повестке дня сегодня? Ну, во-первых, спасибо большое, Настя, что вы вышли к нам на связь. Я напоминаю, что связывался с нами Евпаторийский филиал города Евпатория и корреспондент Анастасия Крапивина.